здарова значит здесь ты увидишь интересный отрывок моего тренинга киноэстетика прикосновения который нужно освоить каждому мужчине который хочет научиться на свиданиях с девушкой сближаться и вообще чтобы женщина его воспринимала как мужчину самца как мужчину как будущего мужа там как любовника как партнера для секса но исключительно не как друга потому что у многих есть такая ошибка то есть мужчина выбирать неправильную стратегию они сначала говорят я хочу сначала подружиться сначала хочу найти общий язык какой-то контакт создать с ней плотный а потом уже буду проявляться как мужчина это в корне неправильно я об этом уже тысячу раз говорил потому что пока вы создаете контакт на какой-то дружеской основе в дружеском ключе женщина создает какое-то впечатление о тебе если ее уже перещелкивает на то что ты не мужчина мужчина который самец который берет который для секса мужчина подаван мужчина друг то из этой ситуации очень сложно бывает выбраться зачастую что и невозможно хотя все-таки конечно попробовать стоит и здесь ты увидишь отрывок тренинга кинестетик здесь показано небольшой пример того как можно прикасаться к девушке при знакомстве то есть для многих это конечно дичь какая-то как-то так при знакомстве он на свидание то на пятом не может ее потрогать думая что я все испорчу еще не исключено что женщина скажет что ты торопишься и так далее но если ты будешь делать какие-то достаточно социальные легкие прикосновения при знакомстве там за ручку приобнять попрощаться в щечку и так далее в этом нет ничего такого с одной стороны плохого с другой стороны в этом есть очень много хорошего потому что в этот момент женщина сразу понимает ага у него нормальные естественные мужские сексуальные намерения в мой адрес он не собирается со мной дружить и вы не стесняйся их проявляете таким образом вы уже при знакомстве создаетесь если конечно вы знакомитесь вживую они сидите в сети вы создаете себе уже тогда такой плацдарм такой как бы скажем бонус даете себе что вы уже во первых проверяйте она нормально реагирует на ваше прикосновение во вторых она уже прекрасно понимает зачем вы приглашаете на свидание вам проще будет там сблизиться о многом еще другом вы увидите здесь в отрывке из моего тренинга да и соответственно вообще в моем тренинге киноэстетика который наряду с тренингом свидание уровень бог четвертым модулем про свидание сближения даст вам невероятный результат то есть ваши свидания они наконец-то будут результативными и вы никогда больше не будете попадать в друзья то есть еще раз все очень плавно все очень мягко мы не забываем что эта девушка то есть не надо хватать и есть реально мужчины которые как бы не понимают этого ну просто вот во первых ты должен быть предсказуемым просто если ты молча будешь просто вот так вот там что то делать но это вряд ли и будет оценивать ты сначала говоришь ты были очень слушай я сейчас 2 секунды дай мне ручку после этого ты делаешь там мы будем прощаться 1 кстати к вопросу о прощании то здесь вопрос закрыт после того как мы взяли телефон то есть нам надо попрощаться то есть либо это поцелуй в щеку ты рышь все там давай пока 1 поцеловал либо это в крайнем случае за ручку все давай пока Сейчас, она, допустим, да, она стоит, она не дает руку, она смотрит, она охренела какой-то классной. Так, берешь вот так тихонечко, сам себе кладешь, то есть при этом, естественно, смотришь на нее. Вот, и прощаешься. Прощаемся опять же, да, вот, тихонечко, за пальчики. Можешь там даже как-то, не знаю, там, что-нибудь сделать из дальнейшей там темы про свидание. Говоришь, все, давай, там, у тебя классные руки такие мягкие, бла-бла-бла, то есть, да, где девушке нравится, ты пошел, все. А это все равно про секс, хотя вроде бы здесь нет ничего пошлого, ключевое, но это уже в ту сторону, как бы, это тот же самый флирт, только на каком-то там телесном языке. Мне кажется, для девушек максимально возбуждающие это все, что максимально отдаленно от секса имеет напрямую. Ну, вот все прикосновения не должны быть именно... Ну, вульгарными, скажем, да, то есть, вот как раз сейчас. Это же не про секс, как бы, вроде бы, но это типа и про секс, да? Да, это не про секс, но это про секс. Ну, конечно, было бы странно, если ты подходишь, трогаешь за грудь, там, за попу. Откровенные движения, они отталкиваются, любые действия. Ну, опять же, смотря в какой момент времени, лапшу там с ушей сняли уже все, то есть, если вы уже там дома перед сексом, у вас имитация секса, то есть, она там сидит на тебе, ты пропускаешь себе ногу, она по тебе елозит в одежде. Я думаю, тут уже откровенные движения, как бы, это вообще must-have. Мы говорим на стадии знакомства. Да, мы говорим на стадии знакомства. То есть, попрощаться, щека, либо рука, либо обнимашки. Либо, если ничего, там она там очень такая вот, ну, как бы, необязательно. Это не значит, что если что-то не получилось сделать, все, вы кидаете шапку на пол, говорите, я пошел. Ты говоришь, мы с тобой прощаемся, все, давай будем прощаться. Показал, то есть, ты предсказуемо показал, что ты собираешься это делать. Не надо, опять же, молча набрасываться. То есть, всегда все плавно и предсказуемо. И вы обнимаетесь. То есть, вот вы обнялись, как вы обнялись. Вот, в это время, в зависимости от того, насколько было теплым общение, можно там слегка понюхать какой-то комплимент, что там хозяйственное мыло и все прочее. Вот, и все, и ты пошел. Но есть нюансы в обнимашках. То есть, как обниматься не надо, и как люди, особенно такие старые зефиры, которые такие взрослые жесткие мужики в жизни, но с женщинами они максимально такие зефирные, как мы их называем, они это делают вот так вот. То есть, вот, у них обнимашки, максимально они себе не разрешают к ней прикоснуться, они обнимаются вот так.